Комендаторе Энце Феррари наверняка перевернулся в могиле и прорычал самые страшные итальянские ругательства. А где-то рядом раздался издевательский голос духа Ферручи Ламборгини, что Амико вы тоже решили заняться тракторами. Как бы то ни было, перед вами Феррари Пурусангуэ, первый кроссовер компании с горцующим скакуном на эмблеме. Многие думали, что этого не случится никогда, однако сама компания давно смирилась с неизбежным и, не считая ранних поисковых разработок, последние пять лет потратила конкретно на Пурусангуэ. Согласитесь, у итальянцев получился самый некроссоверный кроссовер на современном рынке. Пурусангуэ похож на слегка приподнятый Гран Туризмо. Тем не менее, именно он обязан отбивать покупателей у паркетников Aston Martin DBX и Lamborghini Urus. В салоне четыре раздельных кресла, два дисплея и самый большой багажник в истории Феррари. А под длиннейшим капотом — роскошный итальянский двигатель. Двенадцать цилиндров, шесть с половиной литров и никакого наддува. В наши дни это не просто смело, а почти вызывающе. Двигатель короткоходный. При диаметре цилиндра в 98 мм вход поршня лишь 77. Характеристики соответствующие. Рекордные по меркам класса 725 л.с., которые доступны на совершенно некроссоверных 7750 оборотах в минуту. Максимальная скорость — около космические 316 км в час. А разгон до сотни длится 3,3 секунды. При том, что автомобиль весит более двух тонн. Но что за Феррари без правильной развесовки? Именно поэтому здесь применили неожиданную в кроссовере компоновку Trends Axle и отселили коробку передач на заднюю ось. А двигатель целиком смещён в пределы колёсной базы. В результате 49% массы приходится на переднюю ось, а 51% на заднюю. Чтобы добиться порядочной автономности, машину снабдили 100-литровым топливным баком. А чтобы помочь водителю реализовать потенциал двигателя и шасси, новинку обули в разнокалиберные колёса. Полный привод в наличии. И это та же система, что уже ставили на машины из Маранелло, начиная с модели FF десятилетия тому назад. Понижающий ряд там точно искать не стоит. Зато впервые у Ferrari появилась активная подвеска, разработанная вместе с фирмой Multimatic. Электронно-управляемые амортизаторы призваны бороться с кренами. А полноуправляемое шасси позаимствовали у модели 812 Competizione. При этом итальянцы напирают, что платформа в целом у кроссовера своя собственная. Кстати, слово «Puro Sangue» переводится как «чистокровный». Вам тоже показалось, что в этом есть оправдательные нотки? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...